Привет! Вы находитесь на канале Лена Смитстич, это канал о вышивке крестиком. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Я начинаю пятый эпизод вышивальной игры в кальмара. Вышивание на выбывание. Ну что ж, перед вами номера шести процессов, один из которых вот-вот покинет данную игру. Если вы впервые на канале, предлагаю вам обратиться к плейлисту Игра в кальмара и посмотреть этот сериальчик с первой серии. Ну а если вы в курсе, что здесь происходит, то давайте с вами помешаем карты и выберем тот процесс, с которым нам, к сожалению, придется сегодня попрощаться. Это самый волнительный момент, наверное, за всю игру. И хоть я тяну карты перед каждым выбором процесса, все-таки именно выбывание самое волнительное, потому что мне приходится откладывать процесс на неопределенное количество времени. Будьте уверены, что я никаким образом не подсуживаю, не подтасовываю карты. Пусть будет так. По традиции, одну карту я снимаю, и вот это будет тот процесс, с которым мы расстанемся. Это будет номер один. Под номером один у меня находится процесс от производителя «Сделай своими руками королевство книг». Покажу вам, как он выглядит на данный момент. Вот так выглядит работа сейчас. Здесь отшита треть работы. Как видите, справа началась новая книжка, которую я, собственно, и буду продолжать сегодня. Потому что перед тем, как попрощаться с этим процессом, я все-таки сделаю на нем прощальный минимум 500 крестиков. А может быть, их будет больше, не знаю, посмотрим, как пойдет, сколько времени у меня на это будет. Это ему процессу не везло в данной игре, потому что это будет первый отшив в рамках данной игры. Сейчас уже пятый эпизод, и ни разу за четыре предыдущих эпизода эта работа не выпала. Хотя у нее были шансы поболее даже многих других процессов, которые участвуют. Очень жаль мне с ней расставаться, потому что это один из любимейших моих процессов. Он очень красивый, очень яркий, очень атмосферный. И, конечно, для меня, как для любителя книг, литературы, он значим и желанен. И, конечно, я бы хотела видеть его оформленным у себя на полке, чтобы он стоял рядом с настоящими книгами и радовал мой глаз. Это самый старый мой процесс. Я его начала еще летом 2020 года. Но, к сожалению, распылившись на многие другие процессы, я о нем немножко подзабыла. И уделяла ему не столько внимания, сколько он заслуживает. Ну и вот сейчас ему снова не повезло, так как я вынуждена с ним попрощаться. Но, тем не менее, буду вышивать с большим удовольствием. Запоминайте, как выглядит сейчас работа. В следующем кадре вы увидите, как она продвинется. Приветики! Ну что же, увиделись мы с вами 693 крестика назад. Вот так продвинулась моя работа. Я думаю, что благодаря вот этому темно-коричневому цвету продвижения видны. Хотя, конечно же, я вышивала не только им. Я вышивала и цветом икрю, и голубым, и синим, и таким слегка желтовато-терракотовым цветом. В общем, я вот в данном фрагменте, похожем на Биг Бен, вышивала те цвета, которых было меньше всего. Просто выделила себе в сайт фрагмент, равный по высоте всей работе и по ширине этой книжки конкретной. И исключала цвета, которых меньше всего в данном фрагменте. Очень симпатично получается. Ну не знаю, но работа эта просто потрясающая. Я прихожу в восторг, как при минимуме цветов, для такой разноцветной, очень яркой, очень красочной картины в данном дизайне используется достаточно мало цветов. Ну то есть их, по-моему, меньше 60, 58 или 59. Это восхитительно. Я именно за это люблю вышивку крестиком. За то, что при минимуме оттенков, при минимуме масштаба работы, можно достичь просто потрясающих результатов. Это, конечно, не умаляет красоты многоцветок, которые полняются абсолютно другими приемами. Но вот такие графические, пусть даже несколько пиксельные работы, меня восхищают не меньше, чем даже крупные многоцветки. Покажу вам свою табличку. Вот так она выглядит в начале данного эпизода. Красным выделены все те работы, которые уже выбыли из игры. Оранжевая — это единственная работа на данный момент, которая финишировала и поэтому выбыла. Далее на протяжении данного эпизода тут будут появляться работы, которые выделены зеленым. Это будет значить, что они автоматически проходят следующий эпизод и не будут участвовать в розыгрыше того, какая из них вылетит, как вот это произошло, например, в этом эпизоде с Королевством книг. Ну и также я хочу вам несколько слов сказать о правилах игры. Вот, посмотрите. Перед вами карты. Здесь есть карты с числами. Числа соответствуют номерам работы. И вот перед вами коллаж. Да, хотела сказать, что мне пришел интересный комментарий по поводу того, что в коллаже нужно каким-то образом помечать те дизайны, которые уже выбыли из игры. И да, это разумно. Я сама об этом думала. И у меня было два варианта, как это делать. То ли просто делать в коллаже их черно-белыми, те, которые выбыли. Но я в итоге остановилась на варианте, что буду вместо числа ставить крестик. Это будет означать, что этот дизайн уже выбыл. Так как они в коллаже, в принципе, находятся в хронологическом порядке от 1 до 15. Так что я думаю, так будет нагляднее, так будет удобнее зрителям понимать, за что можно еще болеть, за что можно уже не болеть. Или болеть за то, чтобы он вернулся, какой-то процесс. Всего я начинала данную работу с 11 процессами. На данный момент у меня их 15. Точнее, один уже заквершился, рыжая осень, поэтому их в 14 в работе. Я тасуя карты, перемешивая, вытягивая, могу вытянуть число, а могу вытянуть какой-то другой значок. Здесь у меня есть стрелочки, квадратики, кружочки. Вот также перед вами картинка, в которой вы можете прочитать, какой значок что обозначает. Каждый раз тасуя карты, я показываю оба эти коллажа, чтобы еще в момент перемешивания вы могли загадать что-нибудь, что вы хотите, чтобы выпало, или проверить свою интуицию. Подумав о какой-то карте, возможно, у вас стоятся какие-то ясновидящие способности, вы сможете заранее предугадать, что я вытяну. Я это делаю для интереса. Это своеобразный рандом. Мне кажется, это добавляет азарта и изюма в данную игру. В чем же состоит полностью вся игра? Дело в том, что каждый эпизод я одну работу удаляю из игры, и в конечном итоге должна остаться только одна. И эта одна работа будет объявлена победителем данной игры. С ней я проведу марафон, либо 24 часа, либо, допустим, неделя по 3 часа, я не знаю пока точно. А возможно, если эта работа будет близка к финишу на момент выигрыша, на момент завершения данной игры, то я вообще доведу ее до финала. Если же нет, то данная работа, которая останется одна, она автоматически перейдет в следующий любой проект, каким бы он ни был, который будет у меня выходить на канале после завершения игры в кальмара. Также я предлагаю своим зрителям проголосовать за какую-то работу, которую вы считаете, что она останется одной. Также, да, были вопросы по поводу этого. Вы можете каждый новый эпизод голосовать за новую работу, потому что если вы в первом эпизоде проголосовали условно за зелеварение, а оно вылетело во втором эпизоде, то понятно, что шансы на то, что оно выиграет, крайне малы. Хоть и есть такая карта в колоде на то, чтобы вернуть какой-то процесс в работу, вероятность этого крайне мала. Поэтому вы можете переголосовать, проголосовать за какую-то другую работу. Каждый эпизод, независимо от того, осталась работа, за которую вы голосовали в прошлом эпизоде или нет, все равно в новом эпизоде вы можете проголосовать за какую-то новую работу. Крайне сложно мне сейчас вам на пальцах объяснить, каким образом я буду проводить розыгрыш, но поверьте, это будет максимально честно и не будет зависеть от того, за одну работу вы проголосовали на протяжении всего сезона игры или за разные. Понятно, чтобы быть честной, например, вы не можете сейчас уже проголосовать, переголосовать в первом эпизоде. Голосование по конкретному эпизоду действительно только до момента выхода следующей серии данной игры. Ну, то есть, голоса по третьей серии действительны до выхода четвертой. Я думаю, что это понятно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте мне их в комментариях и не забудьте проголосовать за какую-то понравившуюся вам работу. Ну что ж, в этом эпизоде мы уже одну работу исключили, и теперь наша задача просто играть, продолжать в эту игру. В данном эпизоде я буду вытягивать еще пять карт. В идеале это будет пять разных работ, которые получат иммунитет для следующего эпизода. Ну, или нет. Или это может быть вообще на протяжении всей игры буду вышивать какую-то одну работу. Мы этого пока что не знаем. Это знают только карты, это знают только роддом. Ну, давайте посмотрим, что же буду я вышивать в ближайший день. Да, я вышиваю не какую-то конкретную норму, я вышиваю одну работу в сутки, потому что могу снимать только один раз в день. Единственное условие, что я не вышиваю меньше, чем 500 крестиков. Если я не успеваю за день вышить 500 крестиков, то я вышиваю тогда два дня. Вот так. Ну что ж, давайте теперь перемешаем карты. Вот, вы уже можете на экране видеть оба коллажа с номерами работ, со всеми обозначениями, которые участвуют в данном перетасовывании. Будьте уверены, что все карты, которые должны быть, они здесь есть, и есть в одном экземпляре. Так. Ну что ж, мне кажется, этого достаточно. Каждый раз я верхнюю карту снимаю, и вторая карта, которая таится за ней, и будет той, которую я буду вышивать. Итак, барабанная дробь. Это и это вот такая стрелочка. Она обозначает, что нужно вышивать ту работу, которая ближе всего к финишу в крестиках. Если бы сейчас все мои работы были в игре, то это был бы белый цветок, открытый свет. Вот я вам еще вставлю разочек табличку, чтобы вы могли проверить то, что я говорю. Ведь в нем осталось чуть менее 4000 крестиков для того, чтобы он завершился. Но в прошлом эпизоде данная работа вылетела, и поэтому я должна выбрать среди тех, которые остались в игре. И самая ближайшая к финишу работа это метрика от Dimensions. Вот так она выглядит. Это работа, которую я начала. Последняя из всех. Она под номером 15. И она ближе всего к финишу только лишь потому, что она очень маленькая. В ней всего 8927,5 крестиков во всей работе. Ну, понятно, это с пересчетом, потому что здесь есть и французские узелки, и бэкстич, и четверть крест. Но я вышивала ее всего 2 дня. За это время успела вышить 12, почти с половиной процентов. И вот на данный момент мне осталось вышить 7819,5 крестиков. Это значит, что она ближе всех к финишу. И именно ее я и буду отшивать. Вот так она выглядит на данный момент. У меня оригинальный набор. Правда, это, конечно же, перевыпуск, потому что это винтажный набор, кажется, 97-го года. Перевыпуск же какого-то 2019-го, что ли. Именно поэтому дизайн такой староватый, винтажный. Здесь квадратичный бэкстич. Но он получает второе дыхание благодаря перевыпуску. Здесь очень красивые пастельные маршмеллоу цвета используются. Такой мягко-зеленый, светло-голубой, розовый, сиреневый. Ну, прям вот такая детская мимимишная картинка. Разумеется, это будет метрика. Но я пока что еще не знаю, будет ли это подушка, или это будет картинка в рамку оформленная. Как бы то ни было, я думаю, что за ближайший денечек она продвинется минимум на 500 крестиков. И для нее это будет еще каких-нибудь процентов 5-6-7-8. А если повезет, может даже быть больше. Но это мы узнаем уже с вами завтра, когда мы увидимся. Да, единственное, что скажу, что это 14-й каут, большие крестики. И продвижение здесь весьма заметно благодаря этому. Я в выбранном фрагменте буду вышивать все крестики, все полукрестики, весь бэкстич. И только потом буду переставлять пальцы куда-то в другое место. Ну, об этом мы с вами узнаем позже. Увидимся завтра. Пока. Вот такие у меня продвижения получились за прошедший день. Всего 611 крестиков я здесь вышила. Но, впрочем, это были не только крестики. Также я вышивала бэкстич. И, как видите, уже полностью весь мишка у меня готов. Полностью весь бэкстич вокруг него сделан. Даже вот этот кармашек маленький. Достаточно много здесь цветов использовалось. Больше, чем кажется на первый взгляд. Потому что вот здесь два зеленых и два фиолетовых. Хотя они достаточно близки по тону и очень сильно сливаются. Но уже 19,24% у меня вышло на этой работе. Практически 1,5 часть дизайна выполнена. Из четырех персонажей, которые здесь запланированы, один у меня уже готов. Вот я подбираюсь к звездочке. И тут будет прям очень большой момент полной зашивки. Там будет почти 1800 крестиков таким светло-желтым цветом. Так что я думаю, что этот фрагмент будет вышиваться очень быстро. Да, я последние несколько дней думала над тем... Ну, вернее, эта мысль меня посвящала очень давно, но все никак не собиралась ее как бы воплотить. Очень часто девчонки в своих видео на YouTube рассказывают о том, сколько крестиков они вышивают в час. И, конечно же, эти цифры очень сильно разнятся в зависимости от техники, которую выбирают девочки, которую выбирают девочки, чтобы вышивать. Ну, то есть, гобеленовый стежок, понятно, отличается от крестика. Девчонки придумывают там, высчитывают какие-то коэффициенты. Но суть не в этом. Суть в том, что, в принципе, большинство вышивальщиц, которые задавались этой целью, а, наверное, все, которые задавались этой целью, узнают, сколько крестиков они вышивают за час, знают эту цифру. И я давно собиралась осуществить вот этот подсчет. Ну, это просто благодаря саге, благодаря марафону, дали вообще просто засечь время на часах, да и повышевать. И, значит, последнюю неделю я старалась это сделать, и, понимаете, я не могу засечь, сколько я вышиваю в час, потому что не существует в сутках такого часа, чтобы я могла повышевать целый час. Вот от и до сесть и повышевать нормально. Нету даже, наверное, полчаса, потому что только я сажусь повышевать, начинается какой-то армагеддон в доме. Срочно всем что-то от меня нужно, и так круглый день. Либо, если вечером у меня выдается всё-таки спокойное время, когда все уже спят, и я могу сесть, и действительно меня никто не отвлекает, я уже настолько уставшая, что у меня нет сил. Я даже не вспоминаю о том, что мне хотелось засечь, что бы то ни было. И мне просто хочется посидеть, повышевать, и даже не думать о количестве крестиков. Слава Богу, потому что благодаря саге ты можешь даже на следующий день просто отметить всё вышитое, и знать точное число, потому что если бы пришлось считать вручную, я бы, конечно, не считала. Ну что ж, что касается этой работы, покажу вам табличку. Вот так она выглядит. Как видите, окрасился зелёным данный процесс. 7200 мне нужно вышить для того, чтобы закончить эту работу. И, в общем, я думаю, что эта работа вторая на финиш из всех, которые у меня сейчас есть. Движется очень легко, очень просто, большие цветовые пятна. Я нашла в перенаборе ошибки, но я всё сверяю по бумажной схеме, и я уже вам говорила о том, что бумажная схема здесь оставляет желать лучшего. Дело в том, что в ней бэкстич разными цветами обозначен одинаковыми полосками бэкстича. И если бы не перенабор в саге, я бы не знала, как вышивать, потому что в ключе это не указано. Ну, я думаю, что, вероятнее всего, мне что-то не доложили на этапе комплектации. Возможно, не хватает какого-то листа с инструкцией, в котором указаны именно эти бэкстичи. Возможно, там это было, но у меня сейчас, в данный момент у меня не весь был комплект. И благодаря саге только я вышиваю бэкстич правильно, потому что, например, вот медвежонок и кармашек на схеме в бумажной, на бумажной схеме они обозначены одинаковым цветом, а на деле это разный цвет, а также разный цвет вот этот пижамки бэкстич и вот здесь на шляпе. Я уже, я вышивала по бумажной схеме и уже вот заготовила синюю нитку, чтобы ее вышивать дальше на шляпу звездочки и только потом я посмотрела в сагу и поняла, что там это будут разные цвета и мне эту нитку уже можно отрезать, потому что в ближайшем фрагменте она уже больше использоваться не будет. Да, так что удивительная рядом, перенабор гораздо правильнее, чем бумажная схема. ну что ж я думаю пришло время нам с вами выбрать следующий процесс который я буду вышивать не хочу затягивать давайте просто перемешаем карты также не хочу загадывать мне кажется что именно вот у данного процесса который перед вами в этой метрике самые большие шансы на выпадание но мы узнаем что же выпадет уже через минутку так мне кажется достаточно ну что ж и вот карта которую я буду снимать вернее которую я буду вышивать и это ууу а это карта которую я с одной стороны очень ждала а с другой стороны мне даже страшно 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 подумать что же что же теперь произойдет да эта карта означает что мне нужно заменить работу то есть у меня есть несколько сейчас не могу вспомнить от шока сколько конкретно процессов которые у меня остались еще в игре и есть по-моему 6 процессов которые выбыли из игры и мне сейчас нужно будет перетасовать эти две пачки номеров и вытянуть одну карту оттуда одну оттуда и поменять их местами то есть один процесс уйдет и один какой-то вернется в игру ужасно волнительный момент честно говоря я не была к этому морально готова да перед тем как сделать этот change оговорю что я в рамках вытягивания данных карт отошью процесс который будет уходить из игры хотя я сейчас подумала я это планировала делать так но подумала возможно будет честно отшить оба процесса и тот который уходит и тот который возвращается да мне кажется так будет справедливо и вышивать два дня один день один процесс другой день другой процесс ну что ж я сейчас за кадром выберу числа принесу вам все карты и мы сделаем эту рокировку перед вами две стопочки карт слева это те которые уже покинули игру справа те которые все еще в игре с замиранием сердца с большим нетерпением и предвкушением даже в какой-то степени потому что большинство процессов которые ушли из игры являются теми которые мне бы хотелось вернуть и с другой стороны все процессы которые еще в игре мне бы не хотелось их удалять но тем не менее мне придется это сделать ну давайте по порядку начнем с того какую работу мы будем возвращать почему я сказала что почти все потому что мне не хочется чтобы вернулся номер 13 я его не хотя брала в игру и не очень хочется мне чтобы он возвращался с другой стороны было бы забавно если бы я сейчас вытянула цифру 1 потому что королевство книг только от нас ушло и тут же оп и вернулось как будто ну вернулось бы так одну карту снимаю это колода перемешана данная карта к нам вернется ну а здесь я даже не знаю честно сказать если уж говорить совсем откровенно то пожалуй я не буду переживать если уйдет номер 12 там где несколько малышей начат их мною и Алиса от Севиного леса является сейчас пожалуй наименее наименее как же сказать наименее остро горящим процессом ну пожалуй хватит мешать снимаю раз снимаю верхнюю карту и это карта которая нас покинет и так это будет вот так скажу честно я пытаюсь сдержать бурю эмоций которая кипит внутри меня потому что к нам возвращается процесс номер 8 белый цветок открытый свету и к сожалению нас покидает школьный автобус с одной стороны школьному автобусу сильно не везло в данной игре и можно было предположить что он нас скоро покинет и конечно же перед тем как его удалить я его повышеваю но я очень рада что возвращается белый цветок потому что он близок к финишу и возможно благодаря этому своему возвращению он дойдет до своего логического завершения однако же сейчас принесу обе работы и покажу вам начнем с работы которая нас покидает вот так на данный момент выглядит школьный автобус практически все что здесь вышито вышивалось полукрестом только зеленые это крестики именно в этой части я собираюсь продолжить закончу эти кустики и возможно сделаю кустики и в левой части не могу сказать наверняка всегда я опираюсь на то как ведет меня вышивка возможно мне будет лень переставлять пальцы я пойду вышивать дальше именно в этом же правом кусочке возможно что-то стукнет в моей голове и я начну карету но это мы узнаем сегодня точнее я узнаю сегодня вы узнаете через несколько минут в новом включении единственное что могу сказать что я не буду делать на нее упор я вышью 500 крестиков и отложу и все остальное время которое мне будет за ближайшие два дня я хочу посвятить белому цветку вот так выглядит сейчас белый цветок как вы видите он уже буквально на финишной прямой здесь осталось чуть менее 4000 крестиков также очень большие крупные фрагменты будет зашиваться одним цветом и это будет не сложно я надеюсь я хочу как минимум закончить вышивать весь этот цветок здесь будет еще один и немножко фона осталось в общем сделаю упор как можно больше именно на эту работу но если у меня будут не вышивальные дни то минимум 500 крестиков добавится на данном дизайне ну и вот такой шок-контент у меня получился честно говоря я не могу поверить в то что произошло но в любом случае это интересно забавно и очень классно ну что ж не буду больше говорить давайте я лучше пойду повышеваю привет показываю вам свои пусть и не очень большие но все-таки продвижения перед вами школьный автобус который продвинулся на 515 крестиков я полностью довышивала кустики которые здесь были недовышиты и начала вышивать забор специально взяла нитки чтобы показать вам потому что это очень красивый бленд напомню что вышиваю нитками схс и вот 223 и 224 очень-очень красивые оттенки ниток и очень красивый получается бленд из них эти оба мотка каким-то невероятным отчасти образом совершенно новые я их достала из органайзера я поняла что ни разу еще не вышивала этими оттенками что удивительно потому что они очень красивые и вообще вы знаете данная работа отличается наличием очень красивых блендов посмотрите практически 90% отшитого вышито блендами по-моему здесь есть только вот этот вот самый светлый цвет это солид все остальное это бленды и они очень-очень красивые и неожиданные морковный цвет с телесным светлым цветом розовым здесь какой-то экрю с таким коричневато-какаушным цветом здесь зеленый тоже бленды только темно-зеленый по-моему вышивается солидом а остальные два цвета которые здесь используются зеленые это тоже бленды ну и забор тоже начался это бленд очень красивый получаю эстетическое удовольствие вышивая эту работу та самая всем известная цветотерапия когда ты действительно просто получаешь заряд позитива и вдохновение благодаря цвету который видишь что касается процентов и отшитого в этой работе я табличку вам покажу уже после того как покажу вторую работу но лишь оговорюсь о том что это едва ли не единственная наверное работа которая я вышиваю без саги соответственно я не могу четко знать сколько вообще всего объем полностью крестиков в этой работе сколько уже вышито и сколько мне осталось вышить то что вы увидите в таблице это очень приблизительные цифры я ориентируюсь только по своим ощущениям которые конечно же могут меня подводить потому что сложно на глаз предположить сколько даже тысяч приблизительно тысяч может быть в каком-то фрагменте ну вот даже условно говоря посмотрите я отшила совсем малюшенький кусочек кустиков и совсем чуть-чуть забора и это уже 515 крестиков хотя конечно же на первый взгляд так не скажешь я думаю что если бы мне предложили оценить сколько крестиков вот в этом фрагменте я бы сказала 200 все дело в размере канвы пожалуй потому что это 18 аида крестики маленькие и получается объем зашитого пространства совершенно невелик на деле же выходит что здесь достаточно много крестиков ну что ж это первое что я хотела вам показать ну и второе это цветок я думаю что вы сейчас ожидаете увидеть какой-то вау-эффект что я вам покажу едва ли не дошитую работу но нет вот так выглядит цветок всего 547 крестиков я на нем вышила я вышила здесь коричневый фрагмент дошила полностью дошила нитку которая у меня висела припаркованная белая и потом мне в голову пришло что слушайте здесь же можно уже идти на уменьшение цветов и именно так я и продолжила после этих двух отшитых фрагментов я взяла данную нитку и нитку вот эту их хорошо видно потому что они не прирощены к уже существовавшему фрагменту а висят в воздухе и я их вышила только исключительно лишь потому что их было очень мало по крестикам в остатке и я решила выводить постепенно каждый цвет и чтобы в конце остался самый большой того которого больше всего осталось и на данный момент у меня уже из 20 цветов вышло 12 вот так супер круто это даже неожиданно я не думала что столько цветов уже выпало из работы осталось 8 самого меньшего цвета это как раз вот того которым будут сшиваться вот эти фрагменты и тут несколько узоров его осталось 158 крестиков и больше всего осталось вот такого цвета экрю которого осталось 621 крестик все остальные расположены в этом промежутке и конечно очень хочется уже увидеть работу завершенной потому что она конкретно на финишной прямой сейчас как раз удачно я вам включу табличку на которой вы можете посмотреть что я вышла 547 крестиков это уже 83,49% работы и всего мне осталось вышить 3148 крестиков чтобы завершить эту работу так что даже если выпадет та самая карта которая мне будет говорить о том что мне нужно какую-то работу финишировать я совершенно не буду ее бояться потому что я буду знать что я могу завершить этот белый цветок причем достаточно короткий промежуток времени я думаю что если взяться то дня 4 мне будет достаточно чтобы завершить да я вам так это знаете громко заявляю в последнее время вышиваю по 500 максимум 600 крестиков в день и при этом говорю что 300 я вышью за 4 дня просто дело в том что тогда я не буду откликаться на съемки видео на монтаж я просто сяду и буду вышивать 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 да и кстати да я именно поэтому и мало повышивала за вот эти прошедшие 2 дня потому что я в большей степени занималась монтажом видео для меня это достаточно длительный процесс потому что нужно не отвлекаться не могу это делать в пробро знаете даже вышивать легче чем монтировать в том смысле что я могу взять повышевать пять минут и отложить пока ребенок занят игрой а с монтажом так не получается и на него уходит мое свободное время вечером ну что ж, это такие знаете, извините, я не жалуюсь, просто хочу поделиться с вами тем, как у меня это происходит, такие, знаете, блогерские немножко будни, что ж я очень рада возвращению цветка в нашу игру я огорчена тем, что мне придется попрощаться с автобусом школьным мне очень нравится эта работа и если вы давно на моем канале и достаточно регулярно смотрите видео, то вы знаете что я редко оформляю работы но именно школьный автобус и лошадка, грациозная леди это те работы, которые я обязательно буду оформлять, потому что мне кажется, они настолько необычны, что заслуживают особого к ним отношения как бы то ни было, первая ласточка пошла, первая рокировка в этой игре у нас свершилась возможно, она будет не последней это мы узнаем, конечно, уже в дальнейшем но сейчас предлагаю вам выбрать новую карту и так, перед вами колода перетасую карты чего бы я хотела в общем, честно, я бы хотела просто повышевать без всяких сложностей мне бы не хотелось, чтобы сейчас выпал старт мне бы не хотелось, чтобы сейчас выпала какая-то замена мне бы хотелось просто, чтобы определить сейчас работу и повышевать пусть даже это будет работа на финиш я бы с удовольствием сейчас взялась и повышевала этот белый цветок до самого конца он очень легко идет с ним нету никаких сложностей и да, мне бы хотелось, чтобы на моей табличке добавилась еще одна оранжевая колоночка ну что ж вот карта, которую я буду вышивать и это номер и это не номер ну вот, слушайте, ребята это значит, что я должна начать новую работу о боже, я была к этому не готова так, ну, я была к этому не готова но в целом внутри себя я знаю, что я хочу начать точнее, я это анонсировала ну и пожалуй, хорошо, что я начну правда, меня немножко начинает пугать количество увеличивающихся процессов в этой игре нужно скорее что-то завершать ну ладно, сейчас я благодаря волшебству монтажа вам тут же принесу то, что буду начинать вот тот дизайн, который я буду начинать я об этом говорила, кажется, в двух видео это дизайн от Бернат американского производителя Бернат Yarn & Craft Corporation напечатано в 1989 году здесь вот такая потрясающего красивого цвета аида 14 каунта здесь не разобраны нитки именно поэтому, мне кажется, процесс вышивания данной работы может затянуться потому что мне нужно будет это разобрать и я ни разу еще этого не делала и, честно говоря, я волнуюсь данная работа будет вышиваться на добрую примету во-первых, во-вторых слова здесь написаны многое для меня значит а еще я всегда недоверчиво отношусь к тому, чего я не понимаю в количестве вложенных усилий ну вот, да я раньше, до того, как придумали кростич сага я любила вышивать процессы с полной зашивкой и, возможно, я кого-то сейчас очень сильно удивлю но я любила это делать исключительно потому что я могла посчитать сколько там крестиков всего ну, то есть ты просто умножаешь высоту на ширину и получаешь количество крестиков ну, плюс там какой-то бэкстич если он есть в работах же не с полной зашивкой я их всегда не любила потому что я не знала что от них ожидать сколько там может быть крестиков сколько прячется за каким-то даже небольшим рисунком крестиков и вот это тот же вариант не знаю, возможно я сейчас начну вышивать психану и закажу перенабор затрудняюсь точно вам дать гарантию ну, просто у меня очень математический склад ума и мне важно знать цифры и потому что это на что-то влияет потому что мне так психологически легче здесь же, как мы понимаем цифр знать я не буду и буду волноваться каждый раз кроме этого мне бы хотелось в табличку внести четкие цифры я вот сейчас это все говорила и разглядывала превью и думала о том где я хочу начинать эту работу и не придумала честно говоря, если мне не будет лениво то я отчитаю до верхнего левого угла и пожалуй начну вышивать вот тот домик, который находится рядом с буковкой A первая буква алфавита ну и пойду дальше на этот алфавит и на другие домики если же мне будет лениво, то я просто найду середину и начну вышивать где-то из центра мне кажется, центром этой композиции является буковка S ладно, я думаю, что больше впечатлений я вам озвучу в следующем включении, когда покажу, что у меня навышивалось привет хочу сразу попросить у вас прощения потому что, возможно, я буду хрипеть я немножко приболела и мне кажется, мой голос звучит достаточно странно сейчас но я думаю, это дело житейское вы все прекрасно поймете это ну а, в общем-то, можете поздравить меня с почином посмотрите, какая прелесть у меня получилась вот на момент записи этого кусочка я не считала, сколько здесь крестиков как вы помните, я вам рассказывала, что у меня нет перенабора для саги я перед тем, как вставлять вам табличку ну, точнее, при монтаже этого видео я посчитаю, сколько крестиков и запишу это в табличку и на экране вам сейчас, я думаю, покажу но мне вот так вот умозрительно кажется, что здесь около тысячи крестиков включаю бэкстич как видите, буквы, которые обведены бэкстич чем их видно, очень хорошо а вот эти фрагменты, которые еще не обведены они таки достаточно сливаются с фоном также у меня полностью, практически полностью появился домик если не считать, что вот это не куст а елка, она будет возвышаться даже выше, чем домик и в целом, вот если говорить о вот в этом фрагменте он выше практически полностью осталось дышить саму эту елочку и вышить бэкстич, которого, в общем-то, не так сильно много на этом домике это было интересно, потому что я впервые разбирала нитки вот посмотрите, что у меня получилось включение представлено тремя узлами и завязаны, и, собственно, так я их разобрала на три отдельных вот таких пластиковых ну, это не органайзер это основа для вышивки пластиковой просто с такими крупными ячейками но я решила использовать их как органайзер потому что основа плотная, она не рвется в отличие от бумаги очень удобно, можно будет использовать много раз да, конечно, нельзя подписать номера, да мне это и не надо потому что я в целом развесила нитки в том же порядке, в котором они указаны в ключе и просто смотрю порядок и выбираю ту нитку, которая мне нужна пока что я еще не запуталась ни разу как видите, домик вышит вышит правильно я понимаю, что вы не знаете, как это правильно но если сравнить с превью я думаю, что вставлю вам кусочек сверху где-то на экране, можете посмотреть хотя да, превью на самом деле достаточно отличается по цветам мне казалось, что этот бэкстич и вообще превью на картинке на вот этой обложке набора оно розови все цвета кажутся более розовыми мне вообще казалось, что этот бэкстич будет какой-то розовой ниткой выполняться так что да я вам сказала, что можете сравнить с превью на самом деле превью не соответствует немножко истине у меня единственная проблема с разбором этих ниток была с тем, что там названия цветов были из серии аквагрин ну то есть водоназеленый, ну аква или морской зеленый ну вот какой-то зеленый и я вам покажу вот, например, вот эти два цвета вот этот и вот этот это те цвета, которые назывались медиум аквагрин и лайт аквагрин что в них аквагрин ну то есть чем они просто отличаются от зеленого ну то есть имеется в виду, что они более бирюзовые но на самом деле этого очень плохо видно и в принципе было у меня вот с вот этим фрагментом были проблемы потому что именно вот в этом куске есть зеленый есть вот этот аквагрин и есть голубые и мне было сложно немножко разобраться что и что тем более, что здесь есть вот такой серый он там тоже как-то странно назывался а вот этот цвет, который я вижу как какой-то цвет хаки он назывался бронзовый ну то есть достаточно интересно называются цвета а вот эти, кстати, два назывались персиковыми но если этот персиковый еще можно назвать то второй он был там какой-то темно очень темно темно-персиковый ну то есть он совсем не персиковый ну как бы то ни было в итоге я справилась и даже если даже если я что-то перепутала ну так тому и быть ничего страшного так, это ниточки и да появляется новая карта у меня в игре новый процесс немножко меня это пугает потому что, честно говоря в этом году я хотела идти на уменьшение процессов а не на увеличение ну ладно новый старт это всегда приятно приятнее нового старта только новый финиш ну и давайте перемешаем карты вот они все перед вами и давайте выберем одну узнаем, что я повышеваю сегодня главное, чтобы не выпал еще один старт потому что я точно это перезагрузит мою операционную систему я не знаю я не готова к этому так, ну я думаю два раза подряд такое выпасть не сможет и одну карту снимаем и вот эту будем вышивать а это а это стрелочка наверх которая означает что я должна вышивать свою самую большую работу да, кстати раз мы заговорили о величине работы то я хочу вам сказать что я также умозрительно прикидывала на глаз сколько может быть вот эта работа с домиками и я прикинула что это где-то 17-18 тысяч ну мне так кажется я конечно же полностью пересчитывать весь дизайн просто ради того чтобы знать цифру сколько там крестиков не буду я буду пересчитывать свои каждодневные отшивы и в итоге в финале когда я вышью все крестики на этой работе я буду знать ну может быть за исключением бэкстича объем этой работы тогда смогу сказать ну на данном этапе я хочу ориентироваться на цифру 17-18 тысяч крестиков именно она будет у меня записана в таблице ну просто для ориентира если там будет 15 или 20 тысяч я думаю что в этом не будет большой крамолы ну так тому и быть ну в общем я буду ориентироваться на цифру где-то 17-18 не знаю я еще подумаю какую именно запишу ну а пока что если говорить о том какая из работ самая большая которую я должна вышивать сейчас то конечно у меня больших работ много но например это лонгдог это королевство книг это многоцветка у Тани Анаяки но все они к сожалению уже покинули игру и следующая большая работа которая все еще есть в игре это икона вот так выглядит то что у меня отшито на данный момент всего два раза я вышивала ее всего два раза она выпадала в этой игре два дня я на нее потратила и сегодня будет день когда я еще раз ее повышиваю чему очень сильно рада очень мне нравится эта работа безумно красиво получается очень нежно акварельно прозрачно скорее хочется двигаться дальше чтобы увидеть какой результат будет возникать на конве я вышиваю из этого угла беру потихоньку те значки которые выпадают вот именно в этом углу но вышиваю их во всем поле думаю пойду дальше так и дальше возьму вот этот верхний значок потом вот этот и буду-буду идти вниз вверх в стороны в середину очень удобно благодаря саге ну как бы и вот и все я думаю что побольше об этой работе расскажу вам в следующем включении когда что-то здесь на ней появится ветра и вот такие у меня продвижения я думаю вам видно что оформился угол точнее продолжает оформляться и вот слева полоска где-то в 6-7 крестиков а может быть даже почти в 9 в некоторых местах как будто не было мне уже кажется что начинает получаться красиво уже видно какую-то вот эту рамочку вроде как ну и из примечательного хочу вам хотела бы вам показать но к сожалению освещение не дает этого сделать здесь уже вступили в работу три металлизированные нити точнее три разных вида металлизированные нити быть может так вам будет виднее дневной свет конечно же не передает этого блеска я хотела даже взять фонарик и попробовать фонариком поподсвечивать но все равно этого не видно но здесь есть металлизированная нить особенно вот в этой полоске слева три вида чистое желтое золото червленое золото и белое золото очень красиво смотрится очень нежно конечно работать с металлизированной нитью сложно она очень часто путается быстро перетирается чтобы ее вести сквозь канву нужно это делать очень аккуратно что замедляет работу и так как вся работа шьется нитками дмс обычными в одно сложение то эта металлизированная нить она гораздо тоньше она шьется в два сложения получается вот эти две ниточки разные они друг от друга ускользают но я думаю тот те из вас кто работал с металлизированной нитью знают что она гораздо более трудоемкая в отшиве чем обычные нитки и конечно это замедлило работу и возможно если бы я вышивала чисто хлопком это у меня бы получились большее продвижение но на данный момент у меня здесь вышилось 565 крестиков вот за три раза взятые в работу я эту картину продвинула на 4,52% ну как мне кажется для достаточно объемной по крестикам работы она неплохо продвигается очень хочется мне продолжить ее вышивать если бы она сейчас выпала нам еще раз на картах я бы вообще не отказалась ну и собственно нам предстоит последний для этого эпизода выбор процесса давайте его осуществим не будем откладывать итак карты и перемешаем я вышивала икону размышляла о том чтобы я хотела повышевать дальше и знаете что поняла что фаворита в том что хочу нету есть фаворит в том чего не хочу почему-то совсем мне не хочется вышивать Алису в стране чудес хотя я помню что когда начинала ее я это делала с большим азартом мне очень нравилось сейчас я как-то к ней подостыла но я думаю дело в том что я давно ее не вышивала и у меня такое бывает что процесс который давно не вышивается он как-то я к нему слегка охладеваю ну что ж ладненько давайте одну карту снимаю и вот карта которую я буду вышивать сейчас и это будет очень забавно если это будет Алиса в стране чудес и это и нет это номер 12 о чудо очень-очень давно хотела я сказать на самом деле он ни разу еще не выпадал и вообще еще пожалуй никто из зрителей не знает что это за процесс 12 потому что я так очень обобщенно говорила о том что это какие-то миниатюрки которые я вышивала не довышивала ну собственно видимо пришло время показать вам их и возможно даже довести их до финиша сейчас принесу и вы все узнаете итак под номером 12 у меня скрывается два набора вот такой набор от джерптицы и вот такой набор от панна перед вами превью значит в жарптицы вышито один из трех вышито только швейная машинка в панне вышито одна из двух вышиты домики рукавички не вышиты и собственно забавная ситуация получается с этим процессом вот с этим числом 12 потому что эти все процессы попали в игру до нового года точнее так как у меня я думаю что если вы смотрели этот сезон этой игры то вы знаете но я напомню тем кто возможно не смотрел или если вы подзабыли потому что это было достаточно давно уже где-то месяц назад у меня там сложилась такая ситуация что в одну в один из эпизодов вылетело сразу три работы и мне одна из зрительниц предложила что в таким случае чтобы игра слишком быстро не закончилась добавить возвращать какой-то процесс в игру и я решила что нужно бы добавить что-то и я тогда добавила скопом все миниатюрки но потом на Новый год мы уехали с семьей в Египет и я брала с собой миниатюрки в дорогу и вышивала их в дороге кстати по поводу этого видео о Египте оно у меня лежит точнее отснятый материал лежит и все никак у меня не доходит руки его смонтировать потому что я там отшила несколько работ они финишировали о чем вы не знаете и получается как бы вот перед вами сейчас маленький спойлер потому что вы сейчас можете увидеть то что я точно не вышивала в Египте с другой стороны это такая знаете затравочка а что же я тогда в Египте вышивала я думаю что после этого видео после того как это данное видео выйдет на канале то я все-таки соберусь силами и наконец-то смонтирую это видео о Египте так что если вы не подписаны подписывайтесь если вам интересно что я вышивала в Египте тоже я вам обязательно покажу ну и что касается видео о Египте боже я наверное за последние две минуты слово Египет повторила раз 20 так вот что касается этого видео оно будет совершенно не в том формате в котором я предполагала когда начинала его снимать я думала что это будут каждодневные включения что я вышила за день но на самом деле мы так классно отдыхали что у меня просто не было возможности снимать это ну точнее мне было так лениво и солнечно что мне не хотелось снимать и в общем видео получится в формате вот я сегодня уезжаю посмотрите что я беру с собой интересно что я вышью и второе включение из серии вот посмотрите что я вышила но также я узнала много интересностей про Египет которых не знала до того как там побывала вообще у меня есть некоторые впечатления у этой поездки такие открытия которыми я бы хотела с вами поделиться ну и конечно хотел бы показать вам несколько кадров из этой страны так что видео мне кажется должно получиться интересным ну даже если оно не получится интересным в любом случае я его выпущу потому что это важно для меня мне хочется чтобы такая некая веха была на канале не знаю рассказать ли вам спойлер сколько у меня там финишей в общем спойлер у меня там 4 финиша если вам это интересно то посмотрите уже в том видео ладно что касается этого так как у меня я больше ничего у меня нету начатых малышей хотя у меня есть у меня есть в запасах небольшие маленькие работы которые я могла бы включить в этот пункт номер 12 в этой игре но я этого делать не буду здесь остались вот эти 2 набора всего 4 миниатюры ну и собственно их я и буду вышивать я буду вышивать один день не знаю получится ли у меня за один день завершить какую-нибудь из миниатюрок или я только начну что-нибудь как бы то ни было это у меня этот этот пункт моего коллажа моих моих процессов он хранится в этой игре еще и потому что я очень боялась пункта завершить какую-то работу получается так как у меня большинство процессов если не считать белый цветок большинство процессов находятся в начаточной стадии практически нигде нету отшито даже 3 даже 30 процентов поэтому я держала эти процессы в игре для того чтобы если мне выпадет карта с завершением тем что мне нужно финишировать что-то чтобы я могла взять какую-то из этих миниатюр и ее финишировать быстро не прилагая к этому какое-то огромное количество усилий и не тратя на это большое количество времени так что так что буду вышивать что-то из этих двух наборов честно говоря склоняюсь я к рукавичкам для начала повышивать их ну не знаю вот сейчас выключу камеру и вполне вероятно мне что-то стукнет в голову я решу вышивать что-то другое в общем в любом случае вы это узнаете буквально через несколько секунд привет ну и это финальное включение данного видео перед вами мой процессорнамент который сейчас в данную минуту выполняет функцию фотофона не обращайте на него внимания потому что мы с вами поговорим о вот этом наборе панна который я вышивала но у вас есть сейчас возможность потренировать свою интуицию и попытаться докататься сколько я вышила ну не буду вас долго томить я думаю что в общем-то люди которые у которых преобладает логическое мышление они могли бы сделать вывод что раз я завела эту песенку то вероятно мне есть что показать потому что если бы я там вышло всего лишь 500 крестиков едва ли я бы пыталась вам намекнуть на то что нужно проверить свою интуицию ну в общем короче заговариваюсь говорю много лишнего дело в том что ну просто знаете это такая маленькая радость у меня вот я закончила эту елочную игрушку ну и получается закончила полностью весь набор неожиданно это для меня произошло на самом деле это неожиданно но я приложила к этому определенные усилия как минимум я просто отложила на вчера все свои домашние дела вместо того чтобы заняться хозяйством я просто села и вышивала как сумасшедшая потому что ну очень мне хотелось порадовать себя и вас большим продвижением вот ну и собственно я сделала это и так как у меня нет перенабора мне пришлось пересчитать вручную ну в общем в таком дизайне это было достаточно легко сделать в общем в этой работе 1203 крестика ну и плюс достаточно много бэкстича причем бэкстич здесь я могу вам сказать что он достаточно сложный и в том смысле что его много в принципе я к сечу нормально отношусь дело в том что он хаотичный у него нету логики то есть если вот там вокруг шарика вокруг самих рукавичек здесь понятно это логично то вот этот хаос в ветке еловой и в опушке рукавиц в этом мехе это просто что-то с чем-то он нелогичен ну то есть он хаотичен он разрознен его было вышивать сложно несколько раз ошибалась и перешивала плюс меня очень удивило я думаю что я вам покажу и пана на меня не рассердится альси рассердится в общем так тому и быть здесь есть несколько бэкстич вот например как вот это где-то здесь еще есть вот это вот обратите внимание она не счетная то есть видите вышивается в середину клеточки вот это это и это не единственный есть еще вопрос как на бумажной основе на ткани они подразумевали это будет делаться то есть брать иголку и протыкать насквозь делать дополнительную дырку в этой картонной основе зачем я в таких случаях не стала мучить ни себя ни основу я просто вышивала в соседнюю ближайшую дырочку я думаю это никак не повлияло на процесс раскрытия парашюта поднесу вам поближе здорово получилось симпатично я тут несколько раз наошибалась по-моему даже из-за того что вот здесь вот в этой опушке меховой два очень близких цвета белый и светло-светло-голубой он едва различим от белого и мне кажется что я один раз взяла не ту нитку когда вышивала белый я себе белый оставила на финал потому что вышивался бэкстич а также вот эти фрагменты белого и я вышивала вышивала и в какой-то момент стоп это ли белый или это этот голубой ну в общем я не знаю но я думаю что это совершенно не важно потому что выглядит нормально вот здесь также была эта металлизированная нить нелюбимая мной которая затягивает процесс вышивки но в целом вот я довольна результатом и я себе собираюсь в табличку списать 1300 крестиков ну я решила что оценю-ка я вот этот весь бэкстич который здесь вышел до круглого числа не знаю приплюсовала я себе что-то или наоборот минуснула ну как бы то мне было пусть остается такое число ну и давайте покажу вам еще также ниточки вот так выглядит органайзер очень много ниток осталось причем это удивительно посмотрите оранжевого здесь было две полные пасмы по 50 сантиметров коротенькие а во всем наборе оранжевый используется в этом дизайне 9 крестиков а в этом вот их чуть больше 12 и 11 23 то есть представьте да на 32 крестика они положили две полные пасмы по 50 сантиметров то есть полную пасму в метр мне кажется это очень-очень много можно было обойтись половинкой ну и вообще если вы обратите внимание на все нитки тут их всех пооставалось очень-очень много и я думаю что смело можно вышить еще один такой же набор полностью да не очень аккуратно это все конечно выглядит но это рабочий процесс вот ну а теперь давайте я переставлю наверх и здесь внизу размещу табличку и мы с вами поговорим о результатах текущего эпизода всего в этом эпизоде я вышивала 7 процессов они все были разные что удивительно потому что чаще всего встречаются у меня такие моменты когда какой-то процесс задваивается 7 потому что в один из отшивов я вышивала 2 процесса вместо 1 потому что произошла долгожданная замена и она произошла очень удачно потому что если бы выпал орнамент я бы рвала на себе волосы и при том что я его люблю и то что он красивый но я бы очень не хотела чтобы он вернулся в работу есть те дизайны которые больше приоритеты для меня те которые мне бы хотелось вернуть в эту игру больше чем этот орнамент орнамент пока что на последнем месте итак в этом эпизоде мы уволили книги королевство книг и у нас появился новый дизайн новый старт раритетный набор с домиками я думаю так его и буду называть про себя и для вас в нашем таком уютном кружке пусть будут домики всего я вышила 5331 крестик за этот эпизод неплохое число при том что в общем-то достаточно мало каждый день я вышивала вот я специально выбрала карты вот эти 4 процесса у нас не вышивались в этом эпизоде и соответственно они переходят сразу в следующий эпизод в розыгрыш того который из них нас покинет кого мы увольняем из этой игры также хочу сказать что под этим 12 пунктом у меня остается один набор вот этот отжар птицы который я вам показывала в предыдущем включении там остается выше 3 маленьких дизайн поэтому я думаю что я уже могу поставить и проценты ну условные я напишу что уже 25% этой работы вышито приблизительно поставлю крестики в таблице я думаю вы уже это видите перед собой чтобы этот процесс также мог участвовать в розыгрыше по стрелочкам ну то есть какой ближе по количеству отжитых крестиков ну во всем всяком таком потому что раньше я там не участвовала потому что я не хотела смешивать разные дизайны разные наборы ну вот эти все подсчеты мне кажется на этом стоит заканчивать мне уже много чего нового я не могу вам рассказать спасибо вам что досмотрели это видео до конца напоминаю вам что проголосуете за тот процесс который вы считаете останется до конца если вы не хотите голосовать то просто оставьте мне свой комментарий с тем что вы думаете по поводу моей игры нравится ли вам смотреть или уже азарт под утих или наоборот вам становится все интереснее с каждой серии очень интересно узнать потому что я конечно в этом вопросе не объективно на этом с вами прощаюсь до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok